ПОДПОЛЬНЫЙ ПРАВДЫ Войны игровых платформ гремят не то, что по испокон веку, но развязаны не сейчас. Я не беру предания старины глубокой, когда, например, в 83-м году прошлого века на Западе разразился кризис перепроизводства электронных игрушек, и компания Нинтендо захватила рынок с приставкой NES. Все-таки для настоящего соперничества необходим какой-никакой соперник, а соперников в ту пору просто не существовало. Все разработчики, издатели и распространители игрового железа и программ втоптали собственное имя в говно, потому что именно его и производили вместо игр. На создание, так сказать, игропроекта по мотивам фильма «Инопланетянин» ушло всего несколько недель. Это не шутка. Сами можете представить, из чего лепились программки попроще. Так что Нинтендо не прогадала, сделать хуже было попросту невозможно. NES стала самой успешной приставкой и насчитывает самую обширную библиотеку игр. Без боя. Противник Sega Master System от компании Sega жидко обделался на старте, так что над полем битвы летал лишь мерзкий запашок. Как говорится, флоуэс виктори. Второй раунд. Пришедшийся на разборки 16-битных приставок Sega малой кровью уже не сдала. Благодаря маркетинговым уловкам и сверхзвуковому супер-ежику, который подцепил 8-битного Марио на синей иголке, как бык, зазевавшегося Тореадора, Sega Mega Drive поначалу уложил Super Nintendo Entertainment System на лопатки. То же самое с опознанием в пятилетку произошло и в России. Правда, Sega, равно как и Nintendo, боялась вкладывать деньги в экономику страны, где пиратский рынок в те годы составлял 98%, справедливо полагая, что назад они получат разве что бумажки от банковских упаковок и то, если приплатят дополнительно. Поэтому в России пиратскую приставку Sega Mega Drive продала одна единственная игра, пиратский же Mortal Kombat 2. На западе Nintendo скоро опомнилась и сбросила Sega со счетов, а у нас... У нас играли в Mortal Kombat от мала до велика. В основном, конечно, от мала, потому что надпись «Разрешено играть в 13 лет присутствия родителей» по незнанию английского языка никто прочесть не удосужился. Знаю, что далеко не все наши зрители в состоянии выносить уроки истории дольше трех минут к ряду. Я очень коротко скажу об уходе Sega с рынка игровых приставок вместе с легендарным Dreamcast. У Dreamcast были все задатки победителя. Продвинутая архитектура, невообразимые джойстики, модем, браузер, пиратский плеер, позволявший крутить Empeg 4 и, самое главное, библиотека игр, среди которых Shenmue, родитель всех GTA-образных игрушек, и Soul Calibur, файтинг вошедших в десятку лучших игр всех времен независимо от жанра. Можно только догадываться, как расчищала Sony дорогу своей PlayStation 2, но факт остается фактом. В декабре 2001-го производство Dreamcast было свернуто, и в том же декабре начала триумфальное шествие приставка PlayStation 2. А Sega с тех пор вообще не выпускает приставки. Ты понял, что машину у тебя забрали до выяснения? И своим передай, как все было. Короче, вечером в 6 часов встречаемся здесь. Привози с собой кого хочешь. Мы любому обоснуем, кто ты и что, ты понял? Понял! Точила стоила. Увидимся в тарелке. Мобилу отдайте, как же я. Что происходит сейчас? Nintendo в расчет не берем. Эта компания по японскому обычаю воюет на поле, где нет врагов. Я распевая песню про варяга, начал поливать огнем неприятеля. Приставка у Wii лишь хронологически можно отнести к новому поколению. Технологически и технически она уступает не только современным товаркам, но и предшественницам. Все дело в особом управлении, которое превращает любую игру в занятие аэробикой. И продает приставку, в беспримерный случай, лучше, чем игры для нее. На прошлый Новый год, по данным одного из интернет-магазинов, каждую секунду продавалось 17 Wii. Тем не менее, главная борьба за покупателей развернулась между Xbox 360 и PlayStation 3. Ящик так рьяно припустил на старте, что, казалось, у Sony вообще нет шансов. Продвижение формата HD-DVD, который заручился поддержкой крупных кинокомпаний. Относительная дешевизна в бюджетных комплектациях. Богатая игровая библиотека при почти полном отсутствии эксклюзива для PlayStation 3, которая, кстати говоря, еще и с выходом изрядно припозднилась. Все это делало судьбу новой Sony незавидной. Но потом геймеры испытали дежавю. Кинокомпании неожиданно отказались от поддержки HD-DVD и дружно стали продвигать Blu-ray, формат PlayStation 3. Пиарщики вспомнили, что в Сонькином процессоре аж 7 ядер, обнаружив у себя второе дыхание, принялись дудеть об этом на каждом углу. Хотя многоядерные, действительно многоядерные процессоры имеют один изъян. На нынешнем этапе развития науки и техники не существует рационального способа распределения задач между этими ядрами, и процессор работает в холостую. И вот, несмотря на это, продажи Sony поползли вверх. Ящик, в свою очередь, взял новый бастион, и недалек тот день, когда на Xbox 360 появится главный PlayStation-овский эксклюзив Final Fantasy. Для геймеров старые закалки это примерно то же самое, что для католика литургия, отслуженная в Алжирской мечети. Хотя бог, сдается мне, все равно один. Не забывайте об этом, когда снова решите взять в сторону какой-нибудь приставки на специализированном форме. Кстати, писишникам хотелось бы сказать то же самое, ведь между приставками и компьютером разницы большой нет. Есть разница в играх. Большинство приставочных игр изначально просты в освоении, для их управления используются от силы 10 кнопок, правила очевидны до начала игры. А перед началом компьютерной игры порой приходится прочесть толстенное руководство пользователя. Ну да, и что? Ну, послушайте, кто-то заставляет. Чем воевать, лучше пишите. На «Правда», как всегда, собака, gamesyfestiv.ru И до следующего четвертая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok